Не успела утихнуть вспышка эйфории, охватившей российскую прогрессивную общественность после московских муниципальных выборов, как эта самая общественность погрузилась в эмергичное обсуждение слухов о возможном участии в так называемых президентских выборах Ксении Собчак и резкой реакции на это Алексея Навального. У человека далекого от российских реалий при взгляде на происходящее со стороны может сложиться ощущение, что на 2018 году пожизненного путинского правления в России пышным цветом расцвели свободы и демократии. В московские советы избрались оппозиционные депутаты, лидер оппозиции ведет предвыборную кампанию в регионах, обострилась конкуренция в рядах либеральной оппозиции за право бросить вызов Путину на предстоящих выборах. При этом как бы за скобки выводится тот факт, что полномочия муниципальных депутатов просто смехотворны, а уровень контроля Кремля над политическим пространством в нынешней России позволяет спокойно формировать какой угодно список массовки из «кандидатов в президенты» в кавычках, дабы максимально легитимизировать запланированную победу диктатора. Окончательно переместившаяся в параллельную реальность оппозиционная политтусовка, в которой уже раз упускает из виду одно критическое важное обстоятельство. В России не существует выборов, а есть лишь имитационный процесс, решающий две важные для выживания режима задачи. Во-первых, электоральные процедуры играют роль предохранительного клапана, позволяющего недовольным гражданам, а таких становится все больше по мере того, как постепенно сходит на нет действия крымского патриотического наркотика на фоне ощутимого ухудшения качества жизни большинства населения, выпустить свое недовольство безопасным для власти образом. Во-вторых, соблюдение необходимых ритуалов требуется для поддержания видимости, легитимности диктаторской власти, в том числе на международной арене, где спецотряды путинских лоббистов денно и ношно работают над отменой санкций. Для чего российские выборы в кавычках точно не предназначены и непригодны, так это для реальной смены власти. Навальный упрекает Собчак в том, что она, если примет участие в выборах, сыграет роль карикатурного либерального кандидата, тем самым поспособствовав кремлевским политтехнологам в создании видимости политического плюрализма и конкуренции. С этим упреком можно было бы согласиться, если бы он в определенной мере не относился и к самому Алексею. Российские выборы в кавычках не являются настоящими выборами не потому, что к участию в них не допускают Навального, а потому что результат их предопределен заранее и никак не зависит от свободного волеизъявления избирателей. Будет ли Навальный допущен к участию в электоральном ритуале или нет, зависит лишь от того, сочтут ли Путин и его ближайшее окружение такое участие тактически выгодным с точки зрения достижения нужного им результата. На сам результат Навальный никакого влияния оказать не может по определению. Разумеется, Навальный и Собчак руководствуются принципиально разными соображениями в своих действиях. Собчак прекрасно отдает себе отчет в том, что в случае своего выдвижения будет играть роль исключительно технического кандидата одной из многих фигур, массовки, придающей элемент благопристойности организованному Кремлем балаганному представлению. Навальный же, несомненно, видит в избирательной кампании способ консолидировать свои позиции как оппозиционный лидер. Однако, при всех различиях в мотивации их действия в конечном итоге будут схожи в главном. Они будут работать на решение политтехнологических задач правящего режима. Одна из главных болезней российской оппозиции – политическая амнезия – оппозиционеры очень быстро забывают события совсем еще недавнего прошлого и категорически не желают учиться на его уроках. Возьму на себя труд напомнить, что главным лозунгом протестов 2011-12 годов, поводом которым послужили массовые фальсификации на думских выборах, был лозунг «Это не выборы, это не дума, это не президент». Оппозиция тогда не просто противопоставила себя власти, но отказала власти в легитимности. Именно отказ путинскому режиму в легитимности стал отправной точкой для создания координационного совета оппозиции. Координационный совет был избран в ходе свободных выборов и обладал вследствие этого собственной легитимностью. Однако практически сразу выяснилось, что избранные в этот совет люди слишком по-разному воспринимали цели этой структуры. Попытки радикального крыла членов совета, последовательно отстаивавших идеологическую позицию болотного протеста, превратить новый орган в субъект альтернативной легитимности, были заблокированы коалиции сторонников Навального как раз и так называемой группы граждан, в которую входила Собчак. Попытки конвертировать политический вес, избранный в процессе оппозиционной деятельности, в те или иные дивиденды в рамках путинской политической системы, включавшие участие Навального в выборах московского мэра, де-факто закрыли вопрос с попытками построения альтернативной легитимности. С этого момента российская оппозиция отказалась от собственной повестки реальных выборов и превратилась в кардебалет в путинском политическом варьете, где Ксения Собчак примиряет на себя роль либерального кандидата в президенты, а политик, поддержавший в свое время российское вторжение в Грузию, а позднее обогативший ассортимент международного права концепции бутерброда, извините, упрекает ее в людоедских взглядах. Гарри Каспаров Буквально два слова от себя. Я, конечно, никогда не напишу такой текст, как гений Каспаров, но то, что он сказал полностью, в полной мере отражает мои собственные взгляды на такого интересного человека, как Алексей Навальный. Меня часто просят сделать о нем ролики. Я думаю, что он их сам сделает в большом количестве, и у него есть много сторонников, которые ему доверяют. Лично я Алексею Навальному не доверяю по многим причинам, хотя бы потому, что, как и пишет Гарри Кимович, у меня хорошая память, и я помню, как появлялся на политической сцене Алексей Навальный. И приблизительно отдаю себе отчет в том, что то, что он делает, не делается без помощи Кремля. Хотите верить в невинность Алексея Навального? Ради бога, верьте. Но простите без меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова